Добрый вечер. Это особое мнение. Вот и до таксистов, бомбил, случайных частников начал доходить их закон. Уже первые штрафы налоговые органы вывешивают. Им-то все понятно, а нам не очень. Пока дни вопросы. Например, почему в Ильгердском такси до Сыктывкарского поселка Краснозатонский можно добраться за 220 рублей, а при заказе машины по другому телефону на 100 рублей дороже? Попробовали этот вопрос задать диспетчеру этой службы, а заодно и узнать, кто ее владелец, на что был получен ответ. Некое ООО, без названия. Кто в том тереме хозяин, мы прекрасно знаем. Он человек слова. Обещал при новом законе цены поднять. Выполнил. Только вот об одной мелочи забыл. Кассовые аппараты и шашечки поставить. Проверить его видно некому. А если здесь все можно, почему бомбилом от железнодорожного вокзала столицы до микрорайона «Орбита» по 300 целковых не требовать? Так и напрашиваются вопросы. Почем такси для пролетариата? Или для кого? И власть вообще-то на местах этим процессом совместно с налоговиками руководит? Не знают или не умеют? Есть положительный опыт в Санкт-Петербурге. Даже в Котласе есть. Не лучше картина и с другим пассажирским транспортом. В столице или морально устаревшие, порой ржавые пазики раскатывают, или купленные за бесценок в Германии и даже Корее с иероглифами автобусы. Почему, например, в Чебоксарах, Ешкар-Але новенькие автобусы бегают, даже к нам за пассажирами приезжают, а нас весь хлам собрали? Может, это наследие старого руководца мэрии? Так уже пора новому порядок транспортный наладить. К сожалению, за что ни возьмись, дыры везде, в том числе и на дорогах. Миллионы рублей бросили на их ремонт, а его как не было, так и нет. И не только в столице, где нет ни одной улицы без ям, а во дворах остались жалкие остатки советской эпохи. В Йемве дорожное полотно, как после бомбежки. В Микуни не лучше, в Ухте, Печоре. В Ильгарте центральная дорога сделана на совесть, а рядом можно и без колес остаться. Хотя, чего мы жалуемся? Ну, подумаешь, на дорогах ямки. Поезжайте в гости, например, в поселок Вожский Ударского района. Еще вчера там можно было ездить только на танке, А на поезд там люди ходят ночью пешком, по грязи, снежным сугробам и скользкому трапу. Почему такое происходит в 21 веке? Ответ «виновные дураки» и «дороги» на этот раз не принимается. Если в начальниках дураки, нужно менять на умных. А кое-кого и сажать давно пора. Арифметика даже троечнику посильно. Предлагаем несколько задач с ответами. Первое. Сколько за поездку в такси платит пассажир? И куда идет эта сумма? Ответ. Водителю за работу, дорогостоящий бензин, запчасти на его хлам, копейки диспетчеру, штат контролеров, крышу, что-то налоги и хороший кусок с маслом хозяина. Там, где людей не грабят, всевозможные проверки и такси закрывают. Второе. Сколько реальных денег вкладывается в дороги? Ответ. Определенная сумма идет нужным людям, приобретение некачественных материалов, изготовление покрытия с нарушением технологии, небольшой зарплаты, зачастую наемным рабочим со стороны, и штату, естественно, его руководителю. Старшее поколение еще, наверное, не забыло классический фильм, где учительница объясняет урок будущим большевикам с помощью кукиша. Может быть, этот пролетарский символ сегодня показывают нам? Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин